Новосибирский зоопарк начал принимать фрукты и овощи для животных. Дачников призывают поделиться излишками урожая. Перед зимой в дополнительных витаминах нуждаются все звери. Морковку и капусту добавят в рацион даже волков и медведей. Мария Черешнева тоже присоединилась к этой акции и покормила зверей. Животные из Новосибирского зоопарка будут рады любому угощению. Это и фрукты, и ягоды, и даже желуди. И все-таки рекомендуют покупать им овощи, причем желательно те, которые выросли в Сибири. Взвесьте нам, пожалуйста, морковочки и капусту какую-нибудь, ну, такую средненькую. Ага, спасибо. Пожалуйста. Здрасте, я вот без билета, но принесла. Вот даже вот я. Туда, да? Ага, спасибо. Ага. Вот сюда овощи и собирают. Пока, конечно, немного, но акция ведь только началась. Кошки и волки от такой еды, конечно, откажутся, зато будут рады копытные, птицы и, конечно, грызуны. Вот кролик красавчик. На, кушай морковочку. Кушай, кушай, она полезная. Хищники свою порцию витаминов тоже получат морковку, капусту и свеклу им добавят в привычный мясной обед. Перед зимой такая подпитка нужна всем животным. Ну, в принципе, только аккорты привезли, потому что перевосли. Самими есть как бы не очень уже, а животным можно отдать. У нас еще картошка дома мелкая, мелкая, как шарики. Надо будет ее тоже привезти, потому что, опять же, чистить ее долго, а животные, думаю, если порезать, они с удовольствием скушают. Свежая новая картошка. Продукты, которые ежегодно новосибирцы собирают для животных, здесь считают исключительно тоннами. Одна из жительниц города вырастила очень много кабачков и почти полтонны принесла нам кабачков. Сейчас, на данный момент, на начало акции, получается, полторы тонны овощей уже привезли. Но в основном это кабачки и, что удивительно, это ранетки. То есть, по сравнению с прошлым годом, ранетки очень много. То есть, это радует, что люди не жадничают. В зоопарке гарантируют, все будет съедено. Если обитатели клеток чем-то и побрезгуют, то за ними доедят коровы и свиньи из подсобного хозяйства. Но, как правило, овощи в специальном хранилище не портятся до весны. Так что приносить их круглый год не нужно. Осень гарантирует свежесть и качество урожая. А долго пролежавшие дома продукты животным могут навредить. Мария Черешнева, Дмитрий Кабанов, Новости РНТВ, Новосибирск.